Арест, арест ребят, которые пытались залезть на частную собственность, как-то называется, я не помню, что-то приразломное, он, к сожалению, жестко, но он оправдан де юре, юридически он оправдан. Де факто, конечно, понятно, намеренно и ясно, но если следовать букве закона, это правильно, это не пиратство, понятно, никакое, но это хулиганство, как минимум, надо мягче и все. Мы же не знаем технологически, как устроены все эти истории, насколько их присутствие там может вызвать катастрофу, на самом-то деле, может быть больше, чем присутствие этой нефти, это вышка какая-то, я вот, этой вышки, присутствие в море может в меньшей степени вызвать катастрофу, чем 15 необузданных товарищей. Я так понимаю, в Гринписе работают не самые прекрасные члены общества, маргиналы, они на все способны. Это А и Б, в общем, Гринпис компания тоже ведь хорошо финансируемая за счет таких скандалов. У них сейчас прибавится бабла у Гринписов. А, Б и Ц, ребята, мы живем в другом веке, мы без нефти сдохнем, мы сдохнем без нефти, нас так много стало, нам надо жрать что-то, поэтому мы должны себе отдавать отсчет, что если мы остановим нефтедобычу, если мы остановим убиение несчастных курей и животных, мы сдохнем. Мы сами себя загнали в эту историю и команда, которая пытается вот снег топить и суп варить на этом, из грибов, которые тоже пропадают, понимаете, но это абсурд. Я думаю, что нельзя остановить уже развитие планеты в этом направлении, нельзя. Если мы хотим туда лететь наверх, в небо, мы вынуждены качать нефть.